Всем привет! Начинаем наш влог из машины. Фигачат тут вентилятор на всю. Мы с Денечкой выехали. Последний денечек летний сегодня. Жара сильная, но, к сожалению, я не в том состоянии женском, чтобы ездить куда-то на пляж или еще куда-то. Хорошо нашла силы вообще выйти хотя бы в торговый центр. На улице сейчас жара очень сильная, поэтому мне даже, честно говоря, в парке не хочется проводить время. Это мы проведем очень мало времени. Просто я растаю, у нас солнце, мне станет плохо, я захочу домой. Поэтому я решила сегодня время провести в торговом центре. Мы с Денечкой пойдем, я его отведу в детскую комнату на втором этаже в горизонте. Нам там очень нравится. Надеюсь, что народу будет не сильно много сегодня, потому что последний день лета, я надеюсь, что все где-то на пляжах. И плюс еще завтра 1 сентября, как бы всем готовиться нужно. Мы, кстати, завтра еще на стрижку пойдем. Я тоже решила на 1 сентября Денечку подстричь. Пусть будет красиво вместе с детьми мысленно. Привет! Кстати, самое интересное, что я ему все время одеваю нормально кепку. Буквально через минуту моргаю глазом, а у него кепка перевернутая. Вот так вот, ему так больше нравится. Вообще он у меня стиляга, он сам подбирает обувь, он знает, что хочет одеть, какие штаны, какую футболку. Если он что-то выбрал, то очень сложно его уже переубедить в обратном. Вот так беру с собой, настроение хорошее. Помыла голову только что, все более и более наслаждаюсь цветом своих волос. Качество волос, конечно, в целом неплохо, но есть вот прядки впереди, которые прям вообще, честно говоря, как эти, как мочалочки. Надо бы что-то с ними сделать, либо обрезать, профилировать как-то. Что-то надо сделать однозначно. Вот, волосы растут, я этим безумно довольна. Удивительно, что сегодня суббота и пробка вообще. А я еще никак, у меня стекло еще грязное, у меня закончилась водичка, я все не могу залить ее. Пробка вообще меня не радует в субботу, обычно тут нет пробки. Что там случилось, может авария? Ну вот, кстати, как видите, здесь реально авария, потому что я знала, что здесь не бывает пробок, особенно суббота-воскресенье. Тут бывают, конечно, не суббота-воскресенье. Конкретно что-то тут пробочка. Представляете, сейчас пока, ну я же марафон желаний прохожу, и такая думаю, все, выходим, зайка, сейчас хочу поделиться с девочками. Такая думаю, ну как бы говорят, что надо радоваться даже маленьким исполнением желания. Так радуюсь вместе с вами. Еду сейчас такая, и вот реально, где уже давно я все время не парковалась, потому что здесь все время нет парковки, я такая думаю, блин, хоть бы была парковка, ну хоть бы хоть одно местечко вот там было, вот как-то так в голове у меня было, и все такая. И еду такая прям внимательно смотрю, и прям вот чувствую, что сейчас вот будет местечко. Нигде нет места, но девушка такая раз, смотрит на меня, и такая говорит, я сейчас выезжаю, и место козырное вообще, такое удобное, просто расположение, и выезжать потом офигенно удобно. Короче, я радуюсь, исполнилось желание сегодня. Да-да. Красиво? Более 50 лет локомотивом Монт и Трэнда являются магазинами, которые еще локомотивом различных скидок и подачи. Народа пока еще не очень много, но чувствую дальше больше. А я сижу, короче, забыла носочек. Ползи, папа, давай, лови, лови. Качелька. Слушайте, какая удобная штука с ребенком на самокате. Я с ним везде на самокате. Он и легкий, но это не то, что коляска. Вот так. Короче, для меня находка прям. Все, присели, поели. У меня даже патрушка в зубах устряла. Улыбаться не буду. Так, куда Деня пошел? Деня пошел уже в фонтан играться. Ой, какой тут фонтанчик, да? Тебе тут нравится? Что ты тут? Землю кидаешь в фонтан, Деня. Может, не надо кидать землю в фонтанчик? А? Девочки тебя поцеловали. Целуют девочки тебя. Скажи, ай, вы девочки. Шалуни. Целуйте еще. Муа. Ну что, мы в машине. Денька набегался, наигрался. Сейчас он может у меня уснуть, как всегда, в течение короткого времени. Так что я до последнего с ним гуляла, но я уже сама уже нет силы, мне, честно говоря. Я уже сама засыпала еще, когда он там бегал. С удовольствием. Вот. Поели. Ну, в общем, вот такой день. Выехали мы вообще в три часа, кажется, туда зашли. Но мы там два с половиной, два и десять. Два десять, короче, где-то. Два часа десять минут. Просто вот так вот. Я уже не могла там находиться. Потом поели, пошли, прогулялись. Открыли магазин у нас здесь в Фабе. Столько классные обуви. Я вообще Фабе люблю. У меня очень много обуви было раньше в этом магазине. Вот. А здесь что-то у нас это, не помню, то ли был, то ли какой-то маленький магазин. Ну, короче, открыли большой магазин. Огромный выбор. Класс. Надо обязательно будет себе что-нибудь там присмотреть. Как только закончится моя финансовая диета. Вот. Так что все, отправляемся домой. Время полседьмого. Но я надеюсь, что Денька не сразу уснет, как только мы поедем. Через минут двадцать хотя бы. А лучше вообще не уснет. А придем домой и дома уже положим нормально спать. В общем, все. Я устала. Я сейчас приеду домой. Буду монтировать видосик. Деньку уложу спать. С мамкой будем болтать, смотреть что-нибудь. В общем, такой будет вечер. Помните, я вам говорила, что интересно, когда уснет мальчик? Мы даже еще от горизонта не уехали. Вот аж два о. Аж два о. А Денька уже спит. Ну вообще. Я надеюсь, что он тогда уже на ночь нормально. Я его подниму и... Что-то... Даже отъехать не успели. И минуты не прошло. Все. Всем привет. День следующий. Первое сентября. Мы сейчас спешим. Мы с мальчиком едем на... С мальчиком Денечкой. Кто не знает его имя. И едем на стрижку. Хочу мы сделать... Ну как бы обычную стрижку, которую я делала. Но чуть прикольненькая. Может, что-нибудь выбрать получится. Ну, в общем, посмотрим. Вот. Сегодня 1 сентября. Хочу всех поздравить с первым днем осени. Сегодня воскресенье. Так я понимаю, что сегодня никто не учится. Я не знаю, есть ли первые линейки. Напишите, что у вас было 1 сентября. В воскресенье. Собирали ли вас. Либо все перенесли на понедельник, на 2 сентября. И уже все празднование будет у нас получаться со 2 сентября. Я не знаю. Расскажите, поделитесь. Хотела, значит, поздравить всех учеников, кто учится. Всех мам. Ученикам желать... Мам, у кого дети учатся. Потому что у нас тоже это 1 сентября. Да, у меня все это тоже предстоит. Хочу пожелать всем девочкам, кто учится. Это колледж, училище или школа. Не важно. Я хочу вам пожелать вдохновения, чтобы у вас была тяга к знаниям, к чему-то новому. И чтобы учебный год выдался вам легко и с радостью. Это первый момент. Мамам хочу пожелать также терпения. На самом деле, я считаю, что может быть даже школа освежает какие-то знания. Мы еще раз проходим весь этот курс. Мне кажется, это даже может быть и интересным. Но в любом случае, это вам терпение. И желаю вашим детишкам, чтобы у них точно так же все было хорошо, была самостоятельная тяга к знаниям. И чтобы весь учебный год 2019-2020 прошел легко, хорошо, радостно, с пятерками, с новыми знаниями. И, в общем, всего хорошего в учебном новом году. Ю-ху! Да, Дэнь? Да. Вот. Ну, а мы тоже на 1 сентября решили подстричься и как бы вот так вот вместе со всеми быть на волне. Вот. Так что 1 сентября для нас тоже знаменательный день. И мы пойдем наводить красоту. Берем вас с вами. Берем вас с вами. Берем вас с нами. Мы пришли в наш любимый салон. Капризуля. Смотрите, новая машина крутая. Дэнь, ты будешь в ней стричься? Слышишь? Чего нет-то? Мы тебя, красавчика, будем делать еще краше сейчас. Вау! Вау, смотри! Класс! Сейчас включим мультики. Здесь у нас мультики. И будем стричься. Покажу уже потом результат. Так что буду сосредоточена на ребенке, пока он будет стричься. Ну что, мы вышли из салона. Короче, только смогла достать камеру вообще. Смотрите, какая у нас стрижечка. Ааа, какая у нас классная. Молния, да? Модный мальчик, красивый. Потом еще покажу обязательно. Мы просто проходим сейчас, идем в парк Островского. Так, Дэня пошел кидать камни в листву. Дэнь, смотри, прибьешь там кого-нибудь. А может сидит кто-нибудь. Кися какая-нибудь. Короче, вот этот клуб. Первый мой клуб, в который я ходила. Я не знаю, показывала вам когда-то его или нет. Очень красиво. Вот такой вот. Но он уже полуразрушенный. Назывался он клуб Big Sound. Вот там вот ворота. Там заходишь, поднимаешься наверх, на самый. Нет, не на самый, а вот там под крышей где-то. И проходишь фейс-контроль. И, в общем, это был мой первый клуб, в который я попала. Я его до сих пор люблю. И мне кажется, что... Ну, он уже не работает. Его, наверное, уже закрыли. Никак не реставрирует, ничего. Но я его помню. Помню только хорошие, самые добрые ассоциации у меня с ним. Мне очень нравилось там расположение, танцпол. Вот как-то все очень располагало. И мы с Кристинкой туда ходили каждый выходной. Вот. Так что каждый раз, когда я проезжаю здесь или прохожу, у меня такие вот воспоминания. Все, сейчас идем в парк с Денечкой. А он уже чуть не заснул. Я уже его практически разбудила. Поворачиваюсь. Одну минуту поворачиваюсь. Он уже с закрытыми глазами. Говорит, День, ты что спать? Он такой... О, я спать нет. Я говорю, пойдем в парк и погуляем. Уже в 7 часов будет ложиться спать. Буду ложить его. А пока вот мы на самокатике. У меня, кстати, смотрите, какое платье. Стоит тут меж машин вообще чужих. Для того, чтобы вам показать этот клуб. Ладно, пойдем в парк. Смотрите, как красиво. Тут выстроили арки такие из цветов. Очень симпатичные. А еще в этот парк я ходила вам и снимала здесь видео вообще отдельное. Я помню. На какие-то темы мы с вами общались. Тут разные. И в травке я сидела, когда мне потом говорили, что клещей там много разных. И на лавочках здесь сидела. Тоже какую-то тему обсуждала. В общем, такой вот парк. В моем влоге обычно очень мало. Я показываю что-либо. Обычно все время себя. А вот я вам покажу листву. И парк наш Островского покажу. Он находится как раз-таки в Первомайском районе. Сельмаш. Парк этот люблю очень. Он уютный. Маленький, уютный парк. Смотрите, какую змейку я нашла. У нас в школе была такая змейка. И мы очень любили там играть, проводить время. Просто вот так вот. Что-то все время придумывала. Зеленая у нас была за школу. Если Кристинка смотрит это видео, она наверняка помнит. Просто змейка. Две, кстати, было, по-моему. Так, мальчик куда-то хочет залезть. А что ты с одной рукой лезешь? Дэнни, аккуратно выкини. Что у тебя в ручке? Выкини вот это. Так неудобно будет. Надо держаться двумя руками. Надо двумя руками держаться. Выкидывай вот этот камушек. Тогда слезай. Дэнни, конечно, не очень нравятся все эти мероприятия. Вон горы, куча всякого всего. Но он идет у меня в лес. Прячется за дерево. Ку-ку. Собирает камушки. Ему нравится очень бегать по лесам, по полям. Аккуратно. Давно, кстати, мы не бегали с мечом, потому что там все время солнышко у нас выпадает. И в садик, и мы, да? Вот прическа, кстати, наша. Модник мой. Смотрите, какую мы качельку нашли. Опа! Все, Дэнника будет качаться, да? На такой качельке, кстати, моя свекровь ногу сломала себе. Но только она была не такая низкая. Чуть-чуть повыше. В общем, аккуратно надо, короче, на таких качельках. Так можно сидеть, да? Да? Та-дам! Ты моя обезьянка! Смотрите, какой сад красивый. Фоткаются все. Фу, ну что, погуляли мы до половины седьмого. Без 25 на часах сейчас. Дэнечка, я думаю, резко уснет. Он уже, конечно, начал капризничать. Нашел себе там друга. Я не стала снимать уже, потому что, ну, как бы чужой ребенок. Так не стала их снимать. В общем, бегали, резвились там машинками, веревками, с дудками. В общем, они так активно провели это время. Уходить не хотела аж. И уже потом начал капризничать, конечно. Вот, поэтому я уже на нервах такая. Сейчас нужно его уложить спать. Ну, в общем, едем домой. Я думаю, он уснет сейчас. Очень быстро. Ну что, не уснул мальчик в машине наш. Поэтому мы успели приехать домой. Искупаться. Да? Искупаться. Накройся. Покажу какой-то искупанный. Стерлась у нас полосочка наша. И Денька очень любит играть вот с этой вот бабушкиной лупой. Так ему нравится. Он прям все ходит этой лупой, увеличивает. Фонарики горят. Да? Просто лупа – игрушка для детей с фикс-прайса. Выключай. Младится. Нагулялись, накупались, наелись. Да? Вот он у мамы увеличивает все. Мама что, глаз увеличивает? Смотри. Ку-ку. Глаз увеличивает? Ку-ку. А тебе давай. Ку-ку. Какой глаз большой. Вот так смотри. Ого. Ого, ты какой большой. Ого. Всем привет. Сегодня я, кстати, сделала натуральный эффект. Вот на этой камере есть два эффекта. Видео один натуральный. Это который сейчас. А до этого был такой вивит, называется. Он такой немножечко, как я понимаю, насыщенный краски. И я смотрю, что я тоже какая-то там красноватая монтировала влог. Предыдущий этот еще не монтировала. Поэтому влог будет с красноватым лицом. Я еще все в поисках. Я еще в поиске лучшей картинки на этой камере. В общем. Ну, а пока доброе утро. Всех с началом учебного дня. Сейчас у меня жидкие патчи под глазками на своем втором канале, на который ссылку я оставлю под видео. Я их уже там тестила очень подробно. И оставила свой отзыв. Можете пройти и посмотреть. Сейчас я решила поделиться с вами своим завтраком. Я не буду рассказывать, как я буду делать там кофе подробно. Потому что я буду снимать об этом отдельное видео. Меня очень многие просят. Селена, сними, как ты делаешь кофе. У меня очень много разных видов кофе. Всяких разных приспособок, штучек, дрючек, разных видов кофе. Самого кофе. Я просто жду сейчас еще. Заказала еще капучинатор. И я хочу уже все вместе показать. Вот с капучинатором. Вообще кофемолка в хорошем варианте еще. Но я боюсь, что мне лень будет кофе молоть. Кофемолка. Это уже, наверное, потом, когда уже все мне присытится. Я захочу себе еще что-нибудь новенького. Тогда я закажу кофемолку. И буду молоть кофе разных гранул. Делать и вручную, и в машинке. В общем. Сейчас я уже себе сделала кофе. И хочу показать свои любимые бутербродики, которые я очень сильно люблю. Они простые. И ими можно как раз-таки позавтракать очень круто. Они легкие и простые. Для этого нам понадобится масло, сосиски. Я вот ганноверские, таворские. Ну, не всегда такие беру, но ганноверские в основном. Разных фирм. И два кусочка хлеба. Мне хватает два. Если очень голодная, можно три. Я намазала наши два кусочка хлеба маслом. Я люблю масло, когда оно прям холодное. Прям можно пока греются сосиски. Сосиски я одну сосиску разрезала вот таким вот образом. И отправляю в микроволновку буквально на 20-30 секунд. Сосисочки стали вот такие вот. Вздутенькие у нас. И вот пока еще масло не растало. Сильно не размазано. Я даже не кладу эти сосиски сюда на бутерброд. То есть я люблю бутерброд вот такой, да? С маслом и сосисками. Две вот такие половинки на один бутерброд. Но я их не кладу, потому что если их сразу положить, они растают. Масло. Масло сразу растает. Поэтому я чуть-чуть вот они подостывают. Я прям кладу вот так вот. Сейчас еще горяченько чуть-чуть, да? Прям кладу и сразу кусаю. Когда съела половинку, беру еще один кусочек и опять кладу и сразу кусаю. Мне здесь нравится прям контраст холодненького масла и таких горячо-тепленьких сосисок. И масло, чтобы было не растаявшее. Вот таких два бутербродика и стаканчик кофе. Просто мой любимый завтрак. Здесь у меня уже взбитое молочко. Сейчас я добавлю сиропчик. Сиропчик у нас какой сегодня будет? Кстати, мне вот в кофе как бы очень редко по настроению нравятся вот эти фруктовые бананы или что-то. Мне вот прям все-таки в кофе нравится орех, миндаль. Мне нравится что-то, знаете, такое там тирамису типа вкус. Или может быть пай какой-то. Или может еще какого-то ореха там. Ну вот что-то такое, корица. Что-то с этим связано, а не фруктовое. Вот фруктовый кофе как-то мне не ложится. А, я знаю, что я хочу. Это я вам потом в отдельном видео покажу. Вместо сиропов кое-что еще нашла, что можно делать. Всем привет, мы с Кристиной. Я дала ей камеру, чтобы она поснимала меня в платье. Хоть немножко, а потом я вам ее покажу. Я не знаю, подходит сюда ли что-то. Ну что, вот она и Кристиночка наша. Прихорашиваться сидит. Привет, всем привет. Да сидела я сидела у Селены, монтировала видео. Селена говорит, пойдем в кино. Посмотрите. Поэтому я вот немножечко такая принарядилась. Принарядилась, припудрилась. В зеркало посмотрела, все нормально. Да, мы решили что-то днем. Что-то я сижу. Кристинка приехала в гости, на меня напала лень. Я говорю, поехали в кино, посмотрим Тарантино. Там же Лионардо Ди Каппро снимается. Грэд Питт. Кристинка приехала в гости на меня на половине. Да, Кристинка приехала в гости на меня на половине. Заразительно, сногсебательно. Не, ну главное, ты сегодня с утра и позанималась. И помонтировала, почти видео все смонтировала. А я встала такая, пью кофе, рисую. У тебя потому что все готово уже. У меня видишь, как часто бывает. Ну как бы да, я подготовлена, то есть ничего страшного. Вот. И сегодня, наконец-таки, мы встретимся с этой девочкой, которая хочет мне передать какой-то подарок для меня, сюрприз. Она не открывает карты, что это, говорит. Вот, я тут рядом живу с горизонтом, мы в ТЦ Горизонт поедем сейчас. И вот после фильма она подъедет, собиралась тоже в горизонт. Должна мне что-то отдать. Ну посмотрим, мне прям любопытненько даже. Интрига, интриг. Вот. А еще мы едем в горизонт, потому что там самый лучший попкорн с карамелью. Мне он очень нравится. Кристина говорит, поехали в большой. Я говорю, там не очень карамельный. Ну, карамельный попкорн, немножко такой мягкий. А вот в синема горизонта он прям хрустящий, такой, как я люблю. Поэтому сейчас мы пойдем и будем смотреть кино. Потом расскажем свои впечатления. Но не будем красть ваши при этом. Ну вот мы и в горизонте. Сейчас поднимаемся на красивых лифтах. Или лифтах? Как правильно? Очень красивые, очень красивые лифты. А как правильно? Лифтах или лифтах? Я думаю, на лифте. Или на лифте? На лифте. А мне кажется, на лифте. Может, я лифте? Девочки, напишите. А, лифте. Лифту. Девочки, напишите, пожалуйста, как правильно. Вроде не глупые девчонки. Вроде не глупые девчонки, да. Но вот как правильно, не знаю. Подскажите, пожалуйста, в комментариях. Я надела неудобную, у меня обувь вообще. И я иду вот так вот. Мне кажется, со стороны если снять, так я иду. Это очень смешно. И я от того, что я не собиралась. А ты сними не со стороны. Подожди, это не наш. Куда пошла? Ой, может быть, ты меня снимешь со стороны, кстати? Подожди, я еще не иду. Ну, вообще, вы снимай меня со стороны. Я только сама себя снимаю, никто меня не снимает вообще. А мне уже пора личного оператора. Ты испуешь моим личным оператором? Сколько ты будешь меня платить? Банщик. Да, подружески. Подгончики. Я же так с голодом умру. Смотри, как я прохожу. Мам, пошли. Пошла, 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 красотка. Отлично, супер, красивая моя. Или ты просто сняла мое платье? Давайте, говорит. Ты выглядишь как красиво в лифте. Это серьезно говорит. Так, места свободные. Смотрите, как классно ходить днем. Давайте. Крис, посмотри, какие места. Давай 15-14. Или так сядем, чтобы вообще никого не было. Но мы уже не сядем так. Да все, давай, все. Первое слово дороже второе. Ну, давай, здесь ножки можно вытянуть, да? 12-12. Однажды прямо сейчас не полно. Два билета на однажды в Голливуде на 13-20. Кристина, прекрати. Кристина, купи мне попкорн, пожалуйста. Прекрати, я сказала, мы опаздываем. Мне карамельный попкорн. У нас первый зал, Кристина. Здравствуйте. Можно карамельный попкорн? Ты будешь со мной попкорн есть? Нет, мне сюда и плохо себя чувствую. Ты точно не будешь у меня брать попкорн? Тогда маленький. Но если ты хоть один попкорн возьмешь? Нет, спасибо. Маленький тогда попкорнчик. Карамельный только. А он тепленький у вас? Мне тепленький может быть? Практики будут? Да, еще я хочу в бутылочке Кока-Кола есть? У нас Пепси. Пепси, давайте Пепси. В бутылке в стакане? В бутылочке тогда. Стекло, пластик. Не, не, пластик. Что-то мне кажется, сейчас Пепси очень громко прорекламирует. Зефирма, Милат, мороженое. Не, не, все, пашина, спасибо. У вас заказ, бутылка Пепси и маленький карамельный попкорн. За меня платит эта женщина. 470. Ух ты, ты заплатишь больше, чем я за билеты заплатила. Карта, да, у вас? Офигеть. И это все только одно мне. Ты не будешь есть. Я не хочу такого. Крышка 0 рублей. Спасибо, Кристо, ты очень добрая. Но я тебе не дам. Да я не хочу. Я вижу, вот она стопудо возьмет, я вам говорю. Нет, погасит. Ну что, мы вышли из кинотеатра. Сейчас расскажу, что. О нас уже ждет Яночка, с которой мы договорились встретиться. Она мне что-то приготовила. Я вся в предвкушении. Да, расскажу предысторию. В общем, на самом деле, этот подарок очень произошел такой случайный. Я увидела просто розовый цвет и вспомнила о тебе. Да, розовый цвет. Я очень отмечаю, чтобы это подошло. А, я, кстати, видела, что ты рисуешь там, да? На вещах. Блин, мне так интересно. Крис, смотри, как выросил пакетик. Пац, смотри. Так, мне уже нравится ткань, на ощупь. Держи. Давай. Офигеть. Ты сама ты делала? Да, в общем, я такие некоторые фразочки. Спасибо, дорогая, вообще, это так круто. Размеры, если ты помой. Да, я очень надеюсь, что будет. Маша, надо идти. Помниже, помниже. Смотри, какой замочек. Вау, вообще классно. Розовая. Мне, кстати, нет розового. Вот так. Вообще идеально. Идеально сел. Блин, так у меня теперь имена. Куртка крутая. Вау, спасибо. Спасибо, спасибо. Официальная часть закончена. Теперь будем поболтать сами. А я хотела сказать, что очень приятно, что мои подписчицы меня одевают. И теперь мне будет тёпленько осенью. Мне приятно очень. Дома приду, разверну, всё, посмотрю. Я хотела спросить у тебя, как тебе фильм-то? Ну, вкратце, не кради впечатлений только. У кого не крадись? Мне понравился. Вообще, я наслышала о Галантине Тарантино, что у него специфичная подача фильма, специфичные съёмки. Я ни одного фильма до этого не смотрела. Но мне очень понравился. В смысле не смотрела? Я слышала, что у него месиво, кровавое. Подожди, карта, деньги, два ствола. Это не его фильм. Это Гай Ричи. Да? Карта, деньги, два ствола. Ты че? Вот, вот. Это Гай Ричи. Это как маленький экранчик в экранчик, если кто смотрел какой-то из фильмов. Тоже что-то, вот это вот время какое-то. Но интересно, почему конец 70-х, дух посмотреть. Не знаю, так ли они жили, но вот эти все времена, когда даже показывают музычка, там ещё что-то, конец 60-х. Я думаю, что молодёжи интересно было бы даже посмотреть. А тем более с такими крутыми актёрами, красивыми. Вот, а я была в восторге просто от игры Ди Каприо. Ты знаешь, что ему наконец-таки дали Оскар? Да, так у него уже забрали. Он где-то потерял или специально оставил в кафе. Типа пошёл отмечать и оставил в кафе. Типа не так-то и нужен был. На самом деле он вообще просто наталантливейший человек, реально. Просто, ну я не знаю, я обожаю, как он играет, как он перевоплощается. Ну вот в этом фильме, мне кажется, очевидно было вообще, сколько перевоплощений было, да? Ты играешь в фильмах, в фильме ты играешь в фильмах, всё время там каких-то разных. Ну, не знаю, мне очень понравилось. Вообще, короче, я обожаю, я обожаю Брэд Питта, на самом деле. Недавно совсем посмотрела его фильм, вот этот вот, помнишь? Знакомьтесь, Джо Блэк. Так я хотела сказать. Да, я там растрогалась, так я давно его смотрела и снова вспомнила клёво. И тут Питт тоже играл офигенно просто. И вообще, фильм офигенный, я обожаю, офигенный, уже пора заменить на слово потрясающее. И вот, и, ну просто он офигенно потрясающий. Я не могу, ну, это вот когда настоящие эмоции, у меня вырывается слово привычка. Мне кажется, это нормально. А если бы я говорила не искренне, подбирая слова, то вот здесь были бы уже замечательные. Иногда мне казалось, что подзатянут фильм, но раз потом, он как волнами такой подзатянут. А я на одном дыхании вообще посмотрела. Ну, вот мы с тобой, помнишь фильм, который включали смотреть про девочку слепую? Мне кажется, сейчас очень много фильмов, которые именно сейчас человек, зрителя хочет, хочет продюсер как-то удивить, порадовать. И вот эти кадры какие-то разные, немножечко, вот если бы ты так снимала свой влог, тебе бы написали много всего лишнего. А мне так пишут, много говоришь, подзатягиваешь и так далее. Но я же делаю это не для своих хитров, я делаю свои видео для своих девочек, которые говорят, Селена, побольше говори, побольше снимай, почему такие коротенькие видео, давай больше, по часу. В общем, все нравится. Побольше воды, сладкой. Так, в общем, сейчас мы с Кристинкой пойдем в пиццерию, и я ее хочу угостить офигенной пиццей, 4 сыра, которую я пробовала у Лени, у Лени, у Лени, у Алены Русановой, моя подружка, блогер, и я просто офигела. Я вообще не любитель пиццы, но эта пицца 4 сыра. Ты пиццу не любишь? Как ты могла? Ну так, я к ней очень ровно отношусь, но эта пицца 4 сыра, она просто восхитительная, и там как раз есть вот этот твой любимый сыр с плесенью, один из четырех, я думаю, тебе понравится. Я тебе поймала, да, на каких-то сладочках? Я говорю, сама-то брови вазелином намазала, а я не успела себе даже... Кристина, переживай, красит, что говорит? Вот, опять будут говорить, что я в твоем видео неподготовленная такая вся, ну, ну, не короче какая? Не айс, не айс. А в своих видео я просто там... Что в свои видео, значит, ты готовишься, но красивая накрашенная, да. Девочки, объясняй. А что, накрашенная это показатель? Если вдруг... Подожди, тут музыка, которую могут заблочить. Если вдруг вы увидели, что Кристина в моих влогах не так выглядит аффектно, как в своих... Сообщите мне. Это значит просто потому, что я ее снимаю спонтанно. Как раз таки в моих влогах вы можете на Тюрель эту увидеть, красотку мою, понимаете? Расслабленную, неподготовленную. Это же самый кайф. Я же для вас стараюсь. И сама такая все время. Спонтанно беру камеру и снимаю. Одно дело подготовиться, а другое дело натюрель. Квентин Тарантино там девчонок столько снял, неподготовленных. Хиппи. И ноги грязные снимал. Да, и ноги грязные. И очень даже ничего смотрелось. Смотрелось очень с изюминкой. Ну что, мы уже приехали в нашу Петелью. Петелью? Петелью, да. У нас два дизайна, ой, два дизайна, как можно носить вот такие вот клювы. Этими клювами мы будем сейчас вошать нашу Петелью. Этими клювами можно заклевать все, что хочешь. Вот я тебя заклеваю. Чего, блин? Пил, сдвину. Я вечером суды не расскажу. Поняла? Вот я заеду. Итак, пицца пришла. Крис уже свиной это обдыхает. Пицца 4 сыра, а гляди какая. Ты видишь тут твой всплесенью любимый сыр? Вообще классно, когда он немножечко не такой горячий, а немножечко это, ну, подостывший. Да, ты подожди. Молочный коктейль? В общем, приятного нам аппетита. Как тебе? Еще не поняла? Чуть не поняла. Спросим попозже. Обожаю этот цвет. Только что Кристик Нолик мне такие сделала, фотки красивые. Крис, иди сюда. Я сейчас вам покажу Кристину при этом красивом свете. Моем любимом свете заката. По-моему, мы богини. Как ты считаешь? А этот цвет еще, он так солнечный, он так, да, как софиты бьет. И типа звезды мы, и нас фоткают такие. Я прижухла. Вы напишите сейчас, что Кристина недовольная опять. А давайте у нее спросим. Я объелась, я иду, блин, сплю уже. Ё-моё. Короче, я поняла, Кристину кормить нельзя. Нельзя кормить. Если ее накормили, то все. Она исчезает. Еще и солнце прибивает, блин. Солнце прибивает. Укачала в машине, накормила, напоила. Все, сама себе подосрала, называется. Короче, ты это, папа... Кристина потеряла. Чё, папа-папа, сама не надо обращать на негатив внимание, а сама по негативу прощает. Скажите, скажите сейчас, что Кристина недовольная. То есть человек не может просто молчать, он должен постоянно тарахтеть, что ли? Да. Нет. Ты же в своих видео постоянно тарахтела. Ты в моих тарахтели. Нет, нет, потарахтывай. Ага, потом говоришь, да отстань, в своих влогах будешь разговаривать. Вот именно, вот именно. Я женщина. Вы же день зафи. Я женщина, хочу меня в свою птицу. А, да, солнце прибивает тебя, да? Солнце ушло, и Кристина заговорила. Как вампир прям. Четыре батарейки, да? Давай засунем их сюда. Две сюда засовывай. Мои хорошие, привет. Слушайте, ну, я думаю, что надо заканчивать влог, потому что я вообще собиралась камеру еще с собой брать. Хотя, нет, сегодня, наверное, еще возьму, да. Сегодня возьму еще камеру. Хотела попрощаться. Мы же сегодня с Кристинкой собрались кальян покурить. Я последний раз кальян курила. О, боже, это было так давно. Я, честно говоря, не любитель вообще кальянов, потому что они как-то плохо влияют на мою голову и так далее. Но я безумно обожаю аромат. Я обожаю сидеть в кальянной и вдыхать вот аромат из соседних столиков. Но сегодня мы решили взять кальянчик, живой кальян какой-нибудь интересный, посидеть, заказали столик. Вообще люблю... Знаете, есть какой-то шарм свой, когда ты заказываешь именно столик заранее. Во вторник я еще где-то заказала на пятницу, на вечер, на 7 часов. Новое заведение у нас открылось тут в Ростове. Мы решили с Кристиной приодеться. У нас куча вещей, которые мы не носим, потому что повседневные вещи – это одно, да, удобно, быстро, чтобы не пачкалось еще с малышом, когда выходишь. А куда-то выйти хочется все-таки одеть то, что ты берешь специально куда-то выйти. Ведь очень много вещей, которые специально, чтобы куда-то выйти. Вот не знаю, что я сегодня выберу, буду искать. Сейчас хочу накрутиться. И, ну, накрутиться это я там видео буду еще снимать. Ну, в общем, выбрать какой-нибудь наряд сегодня. Опять же, это кальяна, это не какой-то ресторан, куда там в пышном платье бальном нужно идти, да, а тоже, чтобы было удобно завалиться, курить кальян, пить коктейль. Может, мы еще куда-нибудь потом захочем пойти. Захочем, захотим, захотим пойти. Поэтому нужно все предусмотреть. Но одеть хочется то, что специально для выхода. Так что увидимся попозже. Ну что, мои хорошие, вот я и принарядилась. Накрутила волосы, одела свою новую футболку, кроссовки, которые подарила мне моя Любашка на день рождения, последние летние денечки. Позволила себе одеться в белое во все, потому что сыну ли я себе позволить это не могу. Он постоянно лезет ко мне на ручки, оттаптывает мне всю обувь. Так что белое с ним вообще. А у меня много белого. У меня вообще, у меня 5 пар обуви, кроссовок и белые все. И причем такие, что нужно стирать, если они испачкались. Ну, это то есть один раз мне выйти. Поэтому я пользуюсь всегда случаем и принадеваю что-нибудь яркое, когда иду куда-то без малыша. Мама в гостях, она заберет его сегодня. Вот. Ну, а мы с Кристинкой уже вызвала такси. Мы уже через 40 минут встречаемся на нашем месте встречи. Пойдемте с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, сколько красивейших зданий у нас в Ростове. Вот здание старое какое-то. А вот вообще очень красивое. Какие балконы невероятные. Тут вообще у нас все сделано цветами. Так красиво. И вообще, вот пока едешь, очень много таких зданий. Я прям вот мечтаю. У меня одна из целей. Обязательно сходить на экскурсию по нашему Ростову. Чтоб меня хоть немного просветили. Что же это за красота у нас такая тут? А пока ждем Крис. Я стою тут, не хочу без нее заходить. Зайдем вместе. Будем столик вместе выбирать. А вот она идет, наша красотка, смотрите. Битый час, жду ее тут. Ой, а где, где, где Селена? Ой, привет! А ты такая красивая! А ты что-то как красивая. Я на спорте вся. Какая ты в спорте? На спорте, да, вся в белом. Но у меня нет нарядного спорта. Ты моя красота. Я чувствовала, зато я оделась свободно. Я могу делать вот так. Секси вумен, секси вумен. Классная, классная, крутая девчонка. Ну что, пошли, нас ждет Абсалем. А вообще, блин, ладно, не буду говорить. А ты мне и так лошадь постоянно. Ну пойдем, давай. Прическа у тебя крутая. Ну что, Грошка, как тебе? Да, отлично. Прямо сразу вышли в какой-то другой мере. У нас пицца еще даже осталась. Она очень вкусная. Кристина не ела. Одна я, блин, ем-ем. У меня уже полный вкус. Не надо мне подсовывать свою пиццу. А пиццу сырную я люблю. Тут вообще пицца 5 сыров была. И я не могу ее оставить там просто на выкид или съедение. Непонятно кому. Ну мы решили пройтись еще по Садовой, по улочке. Смотрите, у нас центр такой миленький. Я уже показывала вам тут его. Мы сейчас немного с Кристишенькой проедемся. Она чуть загрустила, потому что снимала только Ая. Она хочет так много сказать на свою камеру. И что-то не получается, да? Так, аккуратненько переходим в дорожку. Что-то у меня аж голос сделал. Кальян. Слушайте, там музыка классная такая вообще. И вообще, ну прикольно, да? Что пила? Вообще я не пила. Это все кальян. Я заказала себе опероль, выпила пол бокала его. Ну вы понимаете, опероль это коктейль. То есть там этого опероля, чуток растворимый. Вообще мне очень напоминает Европу наша садовая маленькая улочка. Конечно, Бельгия. Что сразу Бельгия? Ты только в Бельгии была, что ли? Смотри, как красиво. Смотри, как красиво. Велики, пожалуйста. Я видела по телевизору. Велики вам. Ну я видела по телевизору и другие города. Это Бельгия. Смотри, какой фасад. Класс. В общем, мы прогуливаемся. Прогуливаемся по садовке. Смотрите, какое красивое здание еще одно. Как мне нравится. Вот это наверху подсвечивает вообще. Прям я бы хотела, чтобы окна выходили на такое здание. Это тоже очень красиво. Вообще мне хочется, чтобы мои окна выходили на пляж Майами Бич. Потом очень бы хотела, чтобы на какие-то высотки где-то там в Нью-Йорке все. Я сверкала, я видела жизнь. Еще я хочу, чтобы мои окна выходили. Короче, я хочу круглый дом. Чтобы он с одной стороны выходил на море. С круглым скалом. С другой стороны. И круглый стол. Ну можно круглый стол. Чтобы жизнь была круглая. Зачем мне круглая жизнь? Круглые картины. Короче, я хочу, чтобы у меня просто окна выходили на все, что я только... На все, о чем я только могу мечтать. А тебе нужно жить, что я не знаю. Я тоже не знаю, где это. Надо подумать. Девочки, если вы знаете, где есть такая точка и где стоит такой дом, чтобы вот прям у него было тысяча и одно окно. И выходила на все, что только душе угодно. Захотел море, взглянул в одно окно. Захотел горы, взмахнул глазом в другое окно. А вот мы проезжали с вами на такси. Вы помните? Смотрите, как красиво подсвечено. Шикарно. Че? Чего? Пицца. Какой пиццы, Кристина? Мы уже прошли полтора в килограмм. Подожди, ты же не хотела. Ты же худеешь. Я худею, но я ела... Никакой тебе пиццы. Иди. Смотрите, вот какое-то здание Шолоха в центр. Такое вот интересное тут какая-то вот арочка. Видите, красивая. Такой домик небольшой, но видно какой-то старинный прям, да, Крест? Старинный дом. Старинный. А вот мне еще все время нравилось вот это здание. Вот такая вот интересная задумка. И вот это тоже какое-то здание интересное. И вот он напротив. И вот тут еще рядом. Здание на здание, я вам говорю. У нас вообще-то какой-то исторический город. Здесь находился Вишневый сад, ресторан. Очень был прикольный на первом этаже. Куда была? Думайте, кто застегивает нашего Дэннику. Да, вот так. И засовываешь. Дэнни, залезь ручками сюда. Ручки дай сюда. Дэнни, залезь. Дэнни, залезь. И второй. Давай, Сан, знаешь как. Все, пристегнули ремни. Что, Зая, ты хочешь? Все, Кристинка пристегнулась. Вон тоже все пристегнуты. Все, едем. День следующий. Мы с Кристиной после того, как погуляли в кальянной, приехали ко мне домой, чтобы по отдельности на такси не ездить. Так как мы девочки видные. Чтоб нас не украли. Сейчас мы едем к Кристинке, едем на почту, отправляем посылки, кто мне сделал заказ в магазине. Потом едем в Ашан, набираем продукты, Деньки, потому что с бабушкой я его оставляю. Вот, всякие фрукты там наберу ему, всякие вкусняшки. Вот, ну и погуляем по мега-маге нашему. Возьмем с собой, если что-то будет прикольное, покажу. Вообще, этот влог, наверное, уже обещает быть на 1300 минут. Все как вы любите. А, Кристинка, здоровалась? Сегодня? Привет, я вчера здоровалась. Она еще сегодня не кушала и не пила кофе, потому что ей нужно выпить витаминки натощак. И она терпит. Говори. Говори, привет. Ай, ты боже мой. Как дела? Иди, сладки. Ай, иди, сладки. Дай маме, я не достаю. День, ну, цель нормально. Давай. Я не достаю. Спасибо. Все у меня падает. Приехали в Регогород. Денька вот играл с такой штучкой. Но, по-моему, он нашел что-то другое. Играет мальчик. Нравится ему. Может, придет время, что можно будет оставить его и пойти по магазинам. А он здесь будет 2-3 часа кайфовать. Даже не заметит, что мамы нет. Пока что так нельзя, к сожалению. Пока что он замечает, что меня нет. Хотя, можно проверить. Короче, вы не поверите, но я у Денис просила. Ходи вниз. Я говорю, можно я пойду в магазин на часе? Говорит, через часик на тобой приду. Он сказал, можно. И сейчас я уходила. И он даже провожал нас с Кристиной взглядом и даже помахал. Я ему помахал, и он мне помахал. Не, он что-то говорится такой. Просто так что-то думает. И вот так пока покажут. Кто-то его отвлекает и говорит пока. Он давайте. Ну я оставила номер телефона. И как бы, если что, позвонят. Но может, мы ваш ад заскочим. А он еще часик к нам полазит. Не прошло и года. Попрощался, да? Так легко и просто попрощался. Мама, ты мы ишла? Да. Пойдем. Пошли. До свидания. До свидания. Скажи, мам, я пошутил, да? Истерика звонит мне и говорит, давайте сюда. Я прибегаю, говорю, Зая, ну ты же меня отпустил. Ты же мне рукой помахал. Нет. Рано обрадовалась, мам. Ладно, вместе пойдем по сей. Че, маму любишь, да? Маму любишь? На эскалатор поедешь? Давай, ручку. Вот такой наш первый самостоятельный опыт. Только в садике пока один остается. И с бабушкой. Фух. Лежала так быстро. Ну что, мы... У Кристины, смотрите, оказывается, у нее целых шесть билетов просто. Она узнала, что здесь ровно, загрязывая, потратила всю свою... Пенсию. Годовую зарплату. Ты чувствуешь, что ты удачливая? Да. Что такое фортуна? Да. Это пенсия. Фортуна – это я, да? Фортуна – это Кристинка. Ее второе имя – Кристина Фортуна. Фортуна ждем розыгрыш, остались какие-то считанные секунды. Жара, жара. Я уже жду, когда Кристина заберет машину, и мы поедем уже на ней. А, по-вашему мнению, уже купонов находится. Тысяча, да? Кто больше? Он там говорит, сколько участвует в конкурсе именителям. Что половина? Ладно, мы не получатся, пойдем домой. Ты пошла? Пока. Ой, я не выдержала этого стояния под солнцем, честно говоря. Всегда интересно, когда вот называют номера, прям вот этот момент ожидания. Но я просто не выдержала, потому что пока разыграют главный приз, это надо прослушать, нам один выиграл, пока ждут, пока он поднимется, а потом там его что-то спрашивают. А у меня ноги просто болят адски, то есть я вот терплю каждую секунду. Я решила, ну, его в пень, и Дэнька уже такой весь вареный. Да, Дэнь? Сейчас бы вообще прокатиться, туда же встать сейчас негде, сейчас солнце везде просто, вот. Поэтому, я не знаю, хотя бы вот сейчас кроссовки снять. В общем, ждем Кристину в машине. Доброе утро всем, мои хорошие. Я думаю, что теперь уже точно нужно заканчивать влог. Будь здоров, мой зайчик, это правда. И чем хочу завершить влог. Сейчас, секунду. Дом-2, звук выключу. У меня все время Дом-2 на фоне играет. Мне так прикольно, там нет-нет, гляну. Дэнька вообще телек не смотрит. Выиграла Кристина машину или нет, это вы узнаете из ее влога. Ссылку на ее канал я оставлю под видео. Послезавтра я уже выезжаю в Москву. У меня будет командировка на 5 дней. Я буду на YouTube-встречи. В общем, пополнять свою коробочку головную всякими разными знаниями. Надеюсь, будут новые знакомства приятные и хорошие. Ну, развеюсь, естественно, встречусь со своей подругой Любой. Точнее, я буду у нее жить. В общем, перемена обстановки всегда ведет к чему-то хорошему. Ну, а сейчас буду готовить видео для вас. Кстати, многие в Инстаграме спрашивали меня, чем я сделала эти локоны. В салоне или сама сделала. Ну, некоторые уже, наверное, знают. Это у меня такая плойка есть. Бэйби Лиз, по-моему, не помню фирму. Ну, это гофре, только там три вот таких вот, три локона таких. Просто сейчас лезть ее доставать, не кайф. Как-нибудь покажу в Инстаграме. Покажу в Инстаграм. Добавляйтесь в сторис, кину ее, свою плойку эту. Она двухсторонняя, можно делать крупную. Вот это вот у меня на крупную сейчас локон. Можно делать чуть-чуть помельче, да. Помимо этого у меня есть гофре очень мелкая, которая для корней обычно, чтобы объем поднимать. Ну, вот это сделано на крупную такую плойку. Ладно, мои хорошие, следующий влог уже будет из Москвы. Я обязательно расскажу, покажу, как я там время проводила. И с вами прощаюсь до следующего видео. Будет много интересного. Так что оставайтесь со мной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok